26 ноября 2020 года около 10.10 на улице Советской в районе дома 64 города Твери водитель автомобиля Chevrolet Cruze не остановился на законное требование сотрудников ГИБДД, которые несли службу в центральном районе города. Мужчина не обратил внимания на полицейских и остановился на светофоре. Автоинспекторы организовали преследование. Водитель Chevrolet проигнорировал и повторные требования об остановке, поданные через специальное громкоговорящее устройство. Нарушитель начал беспорядочно кружить по центру города, пытаясь оторваться от сотрудников полиции. Преследование проходило по Смоленскому переулку, улицам Жигарева, Андрея Дементьева, Медняковской, набережной реки Лазури и еще ряд улиц. Двигаясь по улице Медняковская, водитель Chevrolet совершил первое касательное столкновение с состоявшим автомобилем Mitsubishi Lancer. Фрагменты погони были зафиксированы на трех перекрестках, оборудованных автоматическими комплексами фиксации административных правонарушений. Перекресток улицы Вакжановой и Советской нарушитель проехал на запрещающий желтый сигнал светофора. Перекресток улицы Арджиникидзе и набережной реки Лазури водитель Chevrolet проехал, повернув с проезжей части встречного направления направо на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке набережной реки Лазури и Смоленского переулка водитель совершил второе касательное столкновение, на этот раз с учебным автомобилем, который остановился перед стоп-линией на запрещающий сигнал светофора. Через несколько минут водитель заехал в тупик на улице Серебряной и попытался скрыться бегством. Однако далеко ему убежать не удалось, и напротив входа в бизнес-центр Тверь он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина оказался 31-летним местным жителем, и у него присутствовали явные признаки наркотического опьянения. Да, просто объясни, в чем было отличие. Слышеный прав, не боялся. Слышеный. Не предвалили ничего, алкоголь? Нет? Нет. Трезвый, то есть, да? Водитель несколько лет назад уже был лишен права управления транспортными средствами и после задержания также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, при осмотре автомобиля у него был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения, внешне схожим с психоактивным средством, получаемым из растений. Вещество направлено на экспертизу. В отношении 31-летнего мужчины автоинспекторы составили 11 административных материалов. Два по части 2 статьи 12.27 за оставление водителям в нарушении ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Три административных материала по части 4 статьи 12.15 за выезд на полосу встречного движения. Два материала по части 1 статьи 12.12 за проезд на запрещающий сигнал светофора. Также по одному материалу за неостановку на законные требования сотрудников полиции, непредоставление преимущества в движении пешеходам и нарушение правила расположения транспортного средства на проезжей части. Общая сумма административных штрафов для водителя составила сумму более чем 20 тысяч рублей. Что касается уголовного преследования, напомним, что по решению суда водитель может быть наказан штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей принудительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.